добрый вечер друзья хотя еще не так и темно как может показаться значит вопрос такой вы знаете что вопрос по-английски пришел почему так не знаю ну давайте значит прям про меня спрашивает вы имеете savings такие сбережения когда значит и то и другое и на и пенсионные и не пенсионные emergency cash там например какая у тебя значит стратегия в целом по этому вопросу какой процент из того что есть ты сохраняешь значит делаешь ли ты чтобы по максимуму значит уйти от таксов в направлении сбережений в отношении в отношении откладывания денег в пенсионные дела там где есть налоговые льготы то есть по максимуму я их использую или нет относительно ретармента пенсия как вы раскладываете свои денежки значит стоки бонды через какого брокера господи о как а я дать не заметил что по-английски так я прочел как бы смысл то понимаю это только начал читать двум оборотно нож по-английски ну ладно значит давайте мы пойдем к этому вопросу поговорим так что там сказать но во первых конечно постановка вопрос такая странная почему вот если почему я вот как именно я это делаю кого колышет очень как я это делал то есть как бы я это не делал не знать что другой человек должен также делать кроме того все-таки мне уже там 60 практически от 60 этот кто задает вопрос так я думаю существенно меньше существенно моложе поэтому делал такое индивидуальное и я не думаю что эта часть вопроса вообще имеет хоть какой-то смысл теперь значит что касается отложено откладывание денег сбережений есть такая мулька в стране что она давно есть я я эту мульку слышал еще когда только приехал что вот мол в америке правильно иметь налички ну на счету в банке не имеется в чемодане имеется в виду иметь вот этот загашник на шесть месяцев жизни вот допустим ты живешь у тебя есть моргич у тебя есть там выплаты за автомобиль у тебя есть там ну не знаю какие то какие то еще расходы есть на питание там на всякие дела дети ходят там спортивную секцию и тогда есть вот некоторый расход ну допустим человеку тратит в месяц там 5000 долларов значит 30000 надо было бы иметь на счету вот такого запаса в кешевом эквиваленте это не обязательно вот прямо деньги на чекинг аккаунте это могут быть деньги там на каком-то слегка инвестиционном но которые обращаются в кеш в течение ну там мгновенно да абсолютно такие ликвидные ну то есть никакого навара там нет конечно это все что ликвидное реально никакого никакого навара там нет ну так более того эти 30000 будут подъедаться инфляцией потому что инфляция как правило превышает банковский процент который ты можешь получить вот на обычных счетах там типа севинга или даже какого-нибудь там слегка инвестиционного там мани маркета и так далее как правило это все меньше чем инфляция поэтому инфляция все это подъедает хотя надо сказать что последние несколько лет инфляции как бы практически нет это тоже очень прикольно я просто помню время когда было там три четыре процента каждый год вот это конечно нет не так симпатично и вот даже когда ты например покупаешь там какой-то недвижимость и банк который тебе деньги дает банка говорит мы не хотим чтобы ты находился в стрессе в каких-то экстремальных обстоятельствах когда случись чего ты уже не сможешь нам платить поэтому они говорят вот сколько нужно денег иметь чтобы купить вот тот дом они как надо иметь вот столько вот столько вот столько и допустим мы хотим чтобы там тысяч тридцать сорок у тебя все равно оставалось случись чего понимаете они не рассчитывают тебе до последней копеечки на счету а игр тысяч тридцать сорок то еще должно быть ну или сколько там они они по обстоятельствам поэтому вот эта подушка безопасности так можем назвать ну вот да советуют рекомендуют но знаете как бывает но рекомендую у кого-то эта подушка может быть на пару лет жизни у кого-то эта подушка может быть там на три месяца может вообще никакой не быть люди рискуют где по молодости по незнанию жизни где по необходимости деваться некуда и так далее это все замечательный вопрос мать и если бы сказать иметь много денег и сказать вот я там 30 тысяч или там даже 100 тысяч вот я сюда отложил это у меня подушка безопасности ну замечательно но а где взять то 100 тысяч вот же вопрос давайте когда есть так не вопрос разложить дальше что получается пенсионные накопления дело в том что действительно как бы система позволяет людям откладывать деньги в пенсионные планы с тем чтобы не платить налоги до того момента пока он не стал эти забирать то есть это не то что у них так спри но это такой такс такой деньги дитер дитер начало со временем значит потом заплатишь типа да ну соответственно конечно если картинки рисовать если там вы будете с финансовыми там и два зерна беседовать они вам покажет вот что у тебя с превратиться с этой суммой если под пять процентов а если допустим налоги заплатить то тогда будет не 5 там допустим там три с половиной тогда кажется гораздо меньше особенно если побольше времени взять что будет меньше денег что это очень выгодно там и все все это замечательно ну замечательно в книжках вот там хорошо почитать для начинающих очень хорошие книжки пишут оттуда это все значит и не я не против того чтобы читать книжки для начинающих то есть просто нельзя всю жизнь читать для начинающих надо так начал для начинающих потом для более продвинутых потом можно совсем что-нибудь серьезное почитать да так вот действительно можно откладывать денежки с некоторыми налоговыми льготами но там что получается важно где ты работаешь вот например многие компании там у них 400 первые планы и ты свой доллар там положил они тебе к этому еще сколько-то ну я помню там было время там легко давали доллар от компании вот и доллара не доллар вот так можно было но это же не на любую сумму а сумма которую ты можешь отложить значит она вот там ограничено и с разных сторон ограничено и по сумме ограниченной процентом там от того что зарабатываешь так далее насколько я помню вот но одно дело когда человек родился в стране вырос в стране у него там дом у него от бабушки достался это у него оттуда это у него отсюда и у него больше денег как бы остается что ли даже не знаю а когда ты приехал и у тебя ничего нет ну кроме детей там то есть это как бы дополнительный расход это не то чтобы там прибыль какая вот и ты значит должен и туда и сюда и и нет у тебя лишней копеечки но вот настолько нет лишней копеечки прям страшное дело и ты рискуешь и ты покупаешь дом на последнее и а то еще одолжишь там у кого-то положишь на счет как будто бы это твои значит а так тебе бы и не продали боже мой ну вот сколько я вспоминаю историй на этот счет и рискуют а иногда и влипают с этим делом но больше больше проскакивает нормально там ничего вот поэтому все здорово если ты работаешь вот такой знаете работник всю жизнь работает и вот он работает и 30 лет он проработал или даже 25 а так желательно еще вообще в одном месте так чтобы совсем уж стабильно есть такие тоже люди вот есть они и он там свои откладывает и компания ему откладывает и вся его жизнь состоит в том чтобы вот на ретарменте у него деньги были потому что часто у него нет он откладывает ну в общем тут ему доложили там доложили и тут вот буквально ну несколько лет назад когда вот финансовый кризис то был сколько там прошло не знаю лет пять-шесть и шутка такая была что четыреста первые планы превратились в двести первые почему потому что у половинились деньги вот люди эти вот ему допустим на пенсию идти а у него вдвое меньше денег стало ну хорошо там молодой ему по фене да он там не спешит а те кого прямо сейчас надо ой проблема и по теории так сказать по науке этого дела он должен приближаясь к там крит армин то он должен перекладывать делать менять вот это аллокейшн своих денежек чтобы там из менее гарантированные более гарантированные то есть у него уже задача не столько заработать больше сколько задачи не потерять или там если потерять то по минимуму если у него правильная локейшн то он меньше потеряет в случае чего и так далее ну в общем да все это замечательно все это замечательно за исключением одной вещи очень серьезной все эти правила сделаны для того чтобы человек который что называется не ухом не рылом чтобы он как-то мог что-нибудь такое накопить там вот как-то там там сидят менеджеры там сидят большие фонды там крупные хищники они с этих денежек получают свой процентик за то что они менеджмент делают вот и денежки упали или денежки выросли они все равно получают свой процентик и их интерес вот не так уж прямо связан с вашим на самом деле вот так вот непосредственно что допустим вы потеряли они потеряли нет вы потеряли они все равно при своих в общем им не так плохо там поэтому отчуждение денег от собственника не является эффективным способом инвестировать но это лучше чем если человек деньги пропьет или даже просто профукает бездарно вот поэтому когда чек простой не способный к самостоятельным каким-то изучением проникновением действием там еще к чему-то он вот так вот и живет вот вот так и и когда у него четыреста первый план превращается в двести первый он говорит ронг плейс ронг тайм там и так далее и это нормально я я не 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 говорю это в негативном смысле я говорю о том что есть некоторые вещи которые сделаны чтобы защитить простого человека простой человек нуждается в защите и уж как его имеют все потому что он не контролирует и не очень не дает себе отчет поэтому мошенничество тут и мошенничество там обманули здесь и обманули там значит страховую компанию штрафуют на полтора миллиарда потому что она значит ее представители это реальный случай тут значит потому что ее представители делая презентацию использовали какие-то данные которые не были разрешены к использованию в итоге люди там 30 лет платили и и не получили даже близко того что им обещали и очень 30 лет спустя когда люди уже на пенсию там то и 40 и у них денег нет они все же платили и вот компанию страх штрафуют нам на полтора миллиарда за то что вот 40 лет там какое-то количество людей оказалось обманутыми а это солидняк такой бы чего это одна из почтеннейших вообще страховых компаний но они там и вырисовали картинки там по 12 процентов годовых там роста или даже по 8 эти люди смотрят но вообще блин и все деньги туда несут а там как соответственно деньгам применение находится и без этого тоже в общем к чему рассказываю что это неплохая система если сравнивать с тем что деньги профиты или профуканы бездарно проиграны там в казино там где-нибудь еще вот такого плана ну конечно уже лучше хоть что-то иметь чем ничего не иметь но о чем же речь о чем же речь а то еще знаете есть вот лайф иншуранс с накоплением знаете с накоплением и они копят и они копят и им рассказывают картинку вы бы знали какие красивые картинки там рисуются господа если не очень понимаешь конечно же если понимаешь немножко то в ужас придешь но если не понимаешь там такая красивая картинка и тебе рассказывают про деньги про этом миллионы как они туда пойдут и сюда пойдут и как ты можешь этим управиться и твои наследники и так далее и никто тебе не говорит никто тебе не скажет что когда человек выходит на пенсию у него уже нет денег платить этот самый иншуранс нету денег платить и он а там уже накоплены какие-то средства ну смешные конечно по сравнению с тем что он потратил смешные но все-таки значит и он начинает их забирать оттуда эти деньги либо на лечение либо надо помочь там ребенку там купить что-то ну короче нет денег и все и значит он просто бросает этот свой полис забирает это кеш валью которая там есть смехотворное и все и уходит и компания в там чудовищную прибыль с этой имеют то есть если бы людям сказали какая вероятность того что он платит 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 за life insurance полис накопительный скажем на миллион долларов и ему говорят вот ты там за оставшиеся там ну допустим тебе по есть такие mortality tables таблицы смертность по которым ну можно так сказать среднестатистически прикинуть вот та группа которой ты принадлежишь вот тебе там осталось жить там 35 лет вот и ты начинаешь платить платить чтобы наследником миллион безналогово и выясняется что ты заплатишь может быть там 350 тысяч или там 400 они уже там дорастят эту сумму до миллиона и если по ней сказали вероятность того что этот сценарий осуществится допустим там 8 процентов я не знаю какой я мне никто не ответил я с такой знаю что довольно небольшой на 8 процентов и ты сказал ё-моё тут все кишки на улице наружу вытащить чтобы 8 процентов вероятность смех и грех на они рассказывают про прелести но они не рассказывают почему так получается что люди бросают этот полис не не выплатив его до конца там и тогда они говорят а ты можешь заплатить полностью к моменту выхода на пенсию если ты боишься что денег потом не будет ты можешь больше платить и сразу выплатить так что вообще же не то что на штаны на шоп на трусы уже не хватило можно ну вот поэтому чё там скажешь скажешь да вот значит люди которые немножечко с соображением и не имеют ввиду не имеют ввиду вообще соображение там типа инженерное соображение или там математическое или там еще какой-то есть люди которые вот в этом смысле соображающие вот именно в этом смысле и они в этом смысле начинают в денежки как-то сами вкладывать и если вот эта концепция mutual fund да там совместно состоит в том что ты ни хрена не понимаешь и ты раскладываешь деньги по разным местам чтобы если обрушится то допустим не сразу все да то есть и как бы вот вот так работает усредняют то концепция заработка состоит то что ты тонко знаешь детали и тогда ты хорошо зарабатываешь вот люди которые в состоянии разбираться вникать и так далее в разной степени проникновение в тему они начинают по-своему там это как-то делать и тогда они действительно зарабатывают и больше и лучше и надежнее и самое главное что у них есть контроль но как безусловно большинство людей существенное большинство людей не не хочет и не может или не хочет может но не хочет хочет но не может не может и не хочет вот контролировать денежные потоки свои поэтому они готовят ему там платит в этот какой-то пенсионный фонд кто-то там это все менеджер вот ну а там уж как получится там ну вроде там вот говорят что у кого-то получилось там а бывает он думает что получилось а его так обманули ну не то что обманули но он так прокололся там совсем и даже не понимает то есть он говорит ты положил вот там тысячу долларов а теперь мы тебе даем 3 а за это время инфляция была 4 понимаете он то есть его обобрали до нитки а он думает что наварил ну и так далее поэтому это сложная материя сложная материя из моего наблюдения как бы за этим совсем таким более-менее надежным в более-менее не абсолютно но более-менее надежным является вот недвижимость ну там ты купил какую-то там недвижимость инфляция а недвижимость значит устойчиво против инфляции потом когда человек ретармент у него там ему же на ретармент не стоимость он продал дом у него есть миллион долларов сразу вопрос а что с ним делать вот у тебя есть миллион долларов а тебе жить и жить а ты еще не знаешь сколько тебе жить вот тебе 65 может еще там 30 лет проживешь а может 20 а кто знает вот как миллион так разделить чтобы на все хватило там предлагают решение вы не сомневайтесь есть такие решения вот они уйти можно купить которая будет тебе потом значит платить типа как сказать доход вот ее сегодня купил они уйти и она тебе платит доход допустим вот ты сегодня отдал миллион и тебе платит там не знаю три тысячи в месяц а даже пять но если ты прожил 20 лет то через 20 лет стоимость этих пяти какая ну относительно да с учетом инфляции это ты сегодня получаешь пять а с учетом инфляции через 20 лет ты как жить ты на эти пять будешь которые сидели то что сегодня две понимаете а недвижимость в этом смысле она стоит значит рент растет инфляция ну рент растет соответственно ты получаешь больше денег больше того вложение твое само растет вот он купил это они уйти и нет ни копейки у него есть только там доход который он получает ну по жизни назад и а вот когда у него есть недвижимость у него мало того что он доход получает так во первых этот доход его дети внуки там будут получать поскольку недвижимость не переходит во вторых она сама эта недвижимость выросло что ты положил миллион получаешь доход а через 20 лет твоим детям 3 миллиона дают Почему три? Вот выросло так Ничего себе Поэтому Я лично ничего лучше Вот в долгосрочном плане В пенсионном плане Не вижу ничего Вы можете сказать, зато там надо присматривать Надо заботиться, надо покупать Надо ремонтировать, надо жильцов менять Ну конечно надо А ты что хотел? На печку лечь? И там чтобы тебе Пришли там еще урну Утку принесли Чтобы уже вообще с нее не сходить Можно и так тоже Но вот такая жизнь тогда будет Такой образ жизни Так что Я то вообще в бизнесе Нахожусь И люди которые в бизнесе У них гораздо больше возможностей Откладывать деньги На пенсионные планы С налоговыми льготами То есть если человек по найму работает Но он может там отложить Допустим там 12 тысяч В бизнесе я могу отложить на себя 50 И на жену 50 Я этого не делаю Потому что Как бы не наш путь Вот мы Мы обычно Если уж там что-нибудь такое Мы смотрим на какую-нибудь там Пропертишечку Там такого плана А так вот Мы Совершенно как-то вот Не то что мы никогда не интересовались Я как бы заплатил Так сказать Дань Уплатил дань Этому всему Когда поначалу Вот мы были Там мы и mutual funds Там покупали Продавали И акции Компаний И опции Опционы Да Как по-русски Опшен Так options И что там еще бывает Я же лицензированный брокер Там Не по всем разделам Естественно Вот Но По mutual fundам Я когда страхованием занимался Мне пришлось получить Лицензирование Инвестиционное Серия 6 По-моему это называется Я уже забывать начинаю Серия 6 Там их два лайсенса Я два лайсенса получал А серия 7 Это уже с акциями Я на акции не был Ну я Я никому не покупал Не продавал Я для себя Вот Поэтому Могу сказать Что у меня с этим делом Некоторое разочарование Вот Наверное Есть люди Которые это лучше делают То есть наверняка Есть люди Которые это лучше делают И у них От этого больше фана И прибыли Там и так далее И я ничего Не хочу сказать Кроме того Что это не мое занятие Вот Это большая тема Но Понимаете как Вы можете прочитать книжку Самое главное Самое главное Не следовать тому Что в книжке написано С такой Знаете Детальностью Вот Человека который уже Ничего не соображает Только вот как Как зомби какой-то Надо мозги прикладывать Какие-то Понимаете Почитал книжку Книжка это не Руководство к действию Книжка это Руководство К тому чтобы Задуматься о жизни Что тут Что там Вопросы возникнут Другую книжку Почитал На консультацию Сходил С людьми Интересными Значит там Поболтал На интернете Почитал Ну Ну так Ну Потихонечку Надо разбираться Вот Вот собственно И все Так что Дело не в том Как я это делаю Потому что Ну я это я У меня свои какие-то Взгляды на жизнь Может быть Они в значительной степени Неправильные Наверное А может быть Там вы почитаете книжку Для начинающих Или продолжающих И скажете Михаил Да вы Если бы Вот это Вот это Вот это Вы бы могли В 10 раз больше Чем сейчас Наверное Ну тогда я был бы не я Понимаете А поскольку я это я То я значит там Где я есть А не там Где я теоретически Мог бы быть И Самое серьезное Значит Может показаться Что кто-то не так Там Или что-то не так А ты вот возьми Книжечку-то Прочти Сделай как там И смотри Не обломайся И не попади В просаг Если бы так просто было Почитал книжечку Эти и все Ой Вот А Так вот пойдешь Куда-нибудь Знаешь На форумах И вот там Какие-то люди Обсуждают Инвестменты И они там Ну типа Ну все Они знают Вот туда надо класть Срочно здесь Покупать Срочно там Покупать Это люди Которые копейки Не заработали Нигде Не только на акциях Ну вообще Не заработали Ничем Так Вот любят Рассуждать И вот Они же такие герои Прямо Я не могу Вот весь интернет Вот они Зафигачили там Своими идеями Не пробиться Вот Поэтому Аккуратненько И помните Еще вот чего Люди Которые знают Что с деньгами делать Они не то Чтобы вот Публично Где-то выступали И рассказывали Или даже Приватно Там Или что-то Как-то они Вот не очень Разговорчивые Хочу я вам сказать Наверное Потому что Они понимают Что Все мы разные И вот так Скажешь человеку Чего-то А он потом Дров наломает А этот будет Виноват И так далее Это Это Такое Лезвие Обоюдоострое Понимаете Обоюдоострое Вот С одной стороны И с другой стороны Аккуратненько Самое главное Самое главное Это научиться Зарабатывать деньги Чтобы деньги Инвестировать Очень важно Научиться Их зарабатывать Если ты думаешь О том Как инвестировать Без того Чтобы прилично Зарабатывать У тебя Серьезная проблема Вот я Я бы так сказал Тебе Инвестировать нечего А ты еще Зарабатывать Не научился А думаешь Об инвестировании Вот это Мне кажется То есть Не то чтобы Об этом не надо думать Но Но должно быть адекватно как бы ситуации Вот Когда возникают денежки, думаешь, как инвестировать А ко мне все время ребят подходят, которые начали зарабатывать Вот у них там идеи всякие, планы Я не хочу сказать каждый день Но так частенько приходит кто-то посоветоваться У меня даже случай был Я, не знаю, может рассказывал Там женщина одна, значит, звонит Училась лет, не знаю, 15 назад И говорит Михаил, вы, говорит, мне приснились сегодня Я говорю, ну все прилично Она говорит, да, всё прилично Она, я подумала, к чему бы это, говорит она И позвонила, там, Люся, там помнил? Люся в нашей группе училась Я говорю, ну да, помню, конечно Кто же Люся, не помнит Она говорит, я говорю, Люся, Портнов приснился, к чему бы это Та говорит, Портнов, это к деньгам В этот момент я очень растрогалсь сейчас Ну и она говорит, вот Михаил говорит, я хочу подъехать, посоветоваться, вот там у меня там пенсионный план, вот какие-то вопросы Вот, и вот приехала, мы сели там, поговорили, поболтали с ней и так далее Но опять я денег не беру, за базар не отвечаю, поговорить могу Ну так вот, такой вот разговор А кто недоволен, значит, пойдите и получите обратно деньги, которые вы заплатили, что меня слушали О, как я, уел-то, как называется Подколол, да, в общем, такие дела Счастливо, ребят, я приехал на занятия, теперь я буду брать урок, а, значит, меня будут учить Счастливо